Поем «Салют небесный». Господи, благослови нас на эти занятия. Помоги нам быть не только слушателями Слова Твоего, но и исполнителями. Слава Тебе за все. Аминь. 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 Второе послание Коринфянам, седьмая глава, десятый стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть, плакование. Рассуждает о печали и показывает, что печаль не всегда есть зло, но только тогда, когда бывает по миру. То есть об имуществе, славе, об умерших. Ибо такая печаль производит смерть, непременно уже душевную, а частую и телесную. Ибо через это многие погибли. Если же кто добровольно скорбит о грехах, то скорбит ради Бога. Ибо врачество это приготовлено на случай сельной болезни, для произведения неизменного покаяния. Ибо никто из скорбящих ею никогда не раскаивался в том, и для избавления человека от душевной смерти. Вы сразу включаетесь в это дело. Это получили послание мы, не коринчане. Печаль мирская, печаль духовная. Вот всегда нужно сразу понимать, от чего она происходит, как те-то себя вели, от чего она печаль. Вот мы иногда встречаемся с людьми, а потом видим, что изрожденный женами не восставал больше пророк, чем Иоанн Креститель. А что он сделал, Иоанн Креститель? Сейчас фильм поставили, сектанты и Христа крестят, а прокидывают вот так вот везде. Еретики показывают католики, Христос принимает крещение, из раковины и идут на него. Вот такая икона. Православие. Такая икона у нас католическая. Христос на берегу, и из раковины на него Иоанн Креститель льет. А где наша икона, когда он зашел в Иордань? А как он умер? В смерть. В смерть? А как умер Христос? Ну, допустим, кто-то с автоматом бежит, его застрелили, он как умер? Он упал. Или на бок, или, правильно, на лицо, только так. Но на спину. А Христос умер стоя, почему? Он прибитый. Поэтому крещение вертикально только должно быть. Скажи, как будто весь мир ослеп. Вот говорят, а Ян Креститель обличал, и там, и это... Он думал о последствиях или нет? Он еще о себе беспокоился или о ком? Ну, просто вопрос эти поставить можно. Ну, как пророк, при том самый великий пророк, он понимал, что Ирода уже не прошибешь. Зачем же он это делал-то? Сколько бы еще добра было? Зачем они лезли? А когда читаем апостолы, им смертельная опасность была запробовать. А кого больше слушать? Вот весь вопрос и в этом заключается. Мы должны всеохватно мыслить. А по частям это сектанство. Он выдвигает одно слово, Югова. Все, Яговисто. В субботу взяли и ответили седьмого дня. Православие – это всеохватность. Что бы ты ни сказал, вот там в секте есть такое-то. Мы можем показать это же самое, но только в истине. На, вот так опрогидывают – это положение в огроб. Вот. Вот так показывают, как Иоанн Креститель крестит Христа и все приходящие. Больше не надо доказывать, что это еретики. Вам понятно, что я говорю? И не надо уже раз спрашивать. Вот когда я разговаривала с этими соследователями, как они могли найти? Сегодня только преступление было, и уже завтра на ручниках сидит. А как? Кто-то закрещал. Кто? Я подошла к окну. С ней, говорю, второй этаж. А где это было? В каком месте? Там бывают отпечатки. Будут, сейчас земли возьмут. То другое. Кто еще где видел? В это время какие машины проезжали? Они вместе все это быстро работают. Один, он местный, по работе. Другой говорит о том, что за жену это вот так заступил, заступался и кого-то убил. То есть, целая группа создаются. Ты работаешь только, что он пришел отомстить любовнику. Другой только по работе. И они когда вместе с главным начальником, у него все стекается, вся информация. Мы должны вот так себе видеть, следователи. Блаженств много, блаженные плачущие. От чего плачут? От чего плачут? Обидели, отняли? Плакать о чем надо? Ну, вопрос это ставлю. Идиотолкование войдет вот сюда. Они будут говорить, что я Филак неправильно истолковал. Последнее. Велика ваша награда на небесах. Девять блаженств. И только за одно обещается велика награда. За что? Ну, будут гнать, преследовать. Как гнали христиан. Радуйтесь и делитесь. Здесь ты и тот, кто это делает. А теперь результат какой? Какая причина послужила? Господь прямо говорит. Я избрал вас из мира. Если бы я не избрал, мир любит свое в мире. Но я избрал, и потом... Поэтому, что я вас избрал. А они не избранные. Они ходят в стерков, может, причащаться. Они не избранные. Прямо толкование дается определенное. Что делать? От тебя зависит одно, чтобы помолиться. Потому что они плетут тебе венец. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. А радость еще выключает, что он писать будет? Нам нужно еще знать, как первые христиане относились. Доверь присал перед ковщиком. Присал к царям. Мешает одежду. Он ее сбросил. И там как лезвинка какая-то была. Думали, что... А жена увидела. Затаила. Что сказала? Как ты перед миссией показал? Я унизился, переслуживался. Еще больше унижусь. А меня Бог избрал, а ваше семейство выброшено. Мы даже в коре смотреть тех, которые это делают. Есть такое выражение. Враги нам лучшие друзья. Несмотря ни на что, позаботься о нем. Велика ваша награда. Велика. Они просто так. В ответ ты не мстил, заботился, молился. Искал пути изменения. А там ничего нет. А там мы только так думаем. Павел и Иоанн. Нет, брат. Они не за все молились. Диатрек изгоняет нас и тех, кто нас принимает. Я приду и напомню. Что он напомнит? О хорошем? Александр Медник сделал мне много зла. И дальше я приду и напомню. Так давайте молиться за Медника. Нет, там уже завершено все. Отпадение завершено и молитвы нет. Дмитрий, они там все соединились. Саша с Митей. И главное, Дмитрий это. И когда считаешь толкование, картина вся вырисовывается. Святые понимали грань. Мы нигде не рады, чтобы за Арию молились. Несторий, Евтихий. Ну тогда еще Евтихий. А почему? А они чувствовали, эту молитву Бог не принимает. Отпадение завершилось. Душа прописана в гуном месте. И оттуда ее уже не вырвать. А почему? А они все время будут делать на злу. Вот когда всю эту картину так колоссально, всеобъемно. И тогда понимаешь всю силу направить на то, что еще живы. Еще дышат. Еще колеблется хоть. А это, которое закончило, это только из чудеса описывает такое. Вы знаете, как у Иоанна было богослово? Когда в другое место пошел, у него близкий был ученик такой. И он там еще тресвесеру его доверил. Ты за ним смотри, он талантливый. Но увлекается с разными. И когда вернулся, говорит, ну а как мой это там Трофим? Да кого не слышали? Он же ушел от нас. А Павел говорит, Иоанн говорит, они вышли от нас и через то обнаружил, что они не наши. Пока они не вышли, против, не стали говорить общины и прочее, мы все думали, что они наши. Они уже не наши. И там уже ничего нельзя сделать. Это он говорит, Иоанн. Они вышли и через это обнаружили, что они не наши. Надо что молитвы. Нету молитвы. И тогда мы будем, как первые христиане, устремленные к высшему званию. Тебя будет все касаться. Самая маленькая иота, не пропускай ее. Златовый говорит, здесь много смысла заложено. А они знали до конца? До конца не знали. Кому-то было открыто. Иоанн ему говорит, он ушел от нас. Да это еще полбеды ушел. Он с преступниками связался. Да не с простыми, а с убийцами, грабителями на дорогах. Иоанн только заходом. Да это не все. Мы с ним атаман. Засады делает. Убивает людей. Да что же, а где, в каком месте? Да сейчас поедешь туда. Пешком пойду. Я так любил его. И пошел туда и натурился на него. Он что угодно думал-то. Кто-то идет, надо общипать его. И он увидел, как узнал его, дать его обижать. Он что, старик, не может догнать. Да стой, остановись. Сейчас обозлюбленное греху я беру на себя. Это единственное место в житиях святых. Это 1173 биографии. А где-то еще у кого-то было, у Яна Златоуста, ни разу, нигде. Ненависть захлестнула все. Было четыре брата. Я просчитал их четыре. Долгие называются. Почему они высокие были? Ну, высокие. По два метра, наверное. И их возненавидели эти, которые противники. Феопил, патриарх Александрийский. Православный. Нагрузил корабли и подарков. Царится всем. Поймать этих братьев. Где-то что-то, видимо, произнесли. Пришли, их нету. Так, посылают воина. Дайте им выпить, чтобы они смелее были. Воины, где они были? Да вот в этой пустыне тут, за Ребрихой тут они видали где-то. Туда, так, у вас сколько человек здесь? Пятеро. Что, теле наше, пятеро. Как, смотрите, монастырек. Где долгие? Да мы их не видали. Зарезать всех. И они прошли по пустыне. Десять тысяч монахов зарезали. По указанию патриарха. И патриарха даже нигде не вынесено порицание. Ну, мы-то, живые люди. Мы должны понимать, что что-то не то делалось. А они убежали к Анну Златоусту. Понимаешь, что когда в истории, и ты должен приметь, а как бы я в эту историю поступил? А если я был в келье, что я должен был сказать? Какие были подделки? Что делали? Вот в этой истории теперь мы можем разобраться только если мы духовные. Ты молишься, и тебе внезапно Господь показывает. Этого не делать. Нельзя делать. А вот там был Аллаур какой-то, его подговорили. Ну и в темную ночь монахам свящаться. Голосовать будут. Я ангел, пришел ангел. Меня видеть нельзя. Ты не открывай дверь. Голосовать будут, ты голос за того подай. За того. И прошли по пустыне-то. И собратили всех монахов. И они проголосовали за ересь. Житие святых. Ну можно было бедно распахнуть и увидеть, что не ангел стоит, а там, кто там, патриарший, зарубежник или сектант. И все поверили в это. А там разработали как есть. И дальше уже. Будьба за православие была кровавой. Столетиями. И мы вошли в это сокровище. Но давайте здесь вести себя как разумное. Или лишь бы нам было много. Или будем за каждую душу бороться. Да, я говорил об этом. Надо бороться. Но как? Если опыта нет, ты никак не будешь бороться. А может обойдется? Не обойдется. Господь хочет, чтобы ты взял на себя это время. Враги нам лучшие друзья. Повторяю. Они нас подвигают к большему. Вот прочитай снова этот первый стих, который. Заметь, какая разбоенность. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. Печаль мирская, даже верующая, она сплошь и рядом. О чем там? Как она будет выглядеть? Вот у нас взяли некоторые, ну знаете, Никиту, и прочее. Сколько людей сейчас молятся? Ирина хорошо знает это, видишь? Каждые два часа за них молитвы возносятся. Там из Германии, из Америки люди. А почему? Общество. И вот сегодня будут занятия. Из вас больше, я не знаю, как выходит, занятия до того богатые. Люди знают Писание, святых отцов. Это Бог открывает. Православие вещь не видна. И все понимают, такого интернет-содружества нет. Больше. Ну, на молитве там бывает меньше. Там 30 человек. А вот как только сегодня будет отсчет за неделю. У кого что было за неделю? 87 человек. Да 87 человек полный единодушия. Какие правила? Кого нового принимают? 17 пунктов он должен подписать, что будет делать так, как есть. Это не деревенский устав. Самое малейшее нарушение сразу его подпитимью. Я сейчас вот сегодня-таки перебрал, посмотрел. Но настолько умно составлено. Каждые 17 пунктов, а еще они на подпункты разбиваются. Полное подчинение. Кому-то оно право принимать, кого. Вот одна есть, она такие слова говорила. И там этот русский Гусейн, азербайджанец. И мы сразу определили, он бесноватый. Там демон действует. И теперь он каждый раз, каждый день заходит и «Братья, прошу вас, помолитесь обо мне, я держим злым духом». И женщина Ирина такая. Да, они это поняли. А будет ли зли? Бог знает только. Они молятся, и они сами о себе каждый день просят. Исидор такой был. Я попутно откуда. Не знаете, если... Ну, молодой офицер, Господь коснулся сердца, а проповедь идти не знает этого. Знает Адам монастырь. Он туда и подался. А настаточку-то глянул, и по лицу-то его увидел. На лице-то дьявол играет. И он и говорит, ты не боже, напоминал монахов-то. У тебя дьявол играет на лице. Какой дьявол? Еще нету. Я никогда бы не в должность сяду, но ты же не потянешь его. А какую? Вот в монастырь у нас много людей приходит. Перед каждым кланяются к землю. И каждого просить, брат или сестра, помолитесь обо мне, я одержим злым духом. Он говорит, дядь простоял, так и не смог поклониться. Проходит неделя, он познакомился с одним монахом, и монах пристроился рядом. А настоятель спрашивает, как он плачет. Мы даже не видели у нас среди множества монахов, таких слез. Семь лет, как один день прошло, настоятель идет вот это поставить на игумену. И он его вызвал, и Сидор, как у тебя дела? Ой, владыка, только меня, как назвал не владыка, а там отец или как. И говорит, только меня не трогайте с этого места, это мое спасение. Ну какое спасение тебе здесь? Ты там с твоей должностью большой? Нет. Ну я тебе поставлю, не надо, потерпи одну только неделю, одну неделю, потерпите меня. А почему одну неделю? Вы узнаете в конце недели. Ну, если прятаться, спрашивай, Сидор, а что тебе стоял? Да, так все это, они еще про нас не знают. Ты что-то скрываешь. Тебе, как другу, я открою. Я в четверг умру. Господь сказал, что берет меня к себе. О, Исидор, возьми меня с собой. Через два дня сразу нельзя боюсь. И он умер, а через два дня Исидор. И вот эта молитва Исидора сегодня, найди в православии где? О нашем содружестве, она есть. А почему? Сознательно пришедшая к Богу. Слышала, видела, выставляют они все время, как заходить. Это живое, интернетное братство. Общиной нельзя назвать, ну, как община. Отдельное сестричество, кто какую-нибудь нажду имеет. Мне бы никогда не издать, это трехток не передали. Ну, минимальная пенсия, мы бомжа. Теперь мне первую группу присвоили, так, по слуху, 1200, что ли, сколько за месяц-то добавили. А ведь заплатили-то сразу, одновременно, 6 лишних миллионов рублей. Почему? Сообщество, братство. И вот сейчас четырехтомник так ждем, и опять вещь идет. А всего 500 европетров будет. Но они будут, уже печатаются. Вчера наша сестра Елена говорит, вы к ним туда, к 16 июля, ну, хоть 10 октября 20-то сделайте. Я ей сделал замечание, не к 10-му надо, а к 16-му уже люди разъезжаться будут. Она посмотрела. Да как же, так я писала 16, а там десятка и стоит. Она даже не видела, что у нее десятка там. Писала на 16, я написал, сделала на 10-е число. Я отвернул дневник, так посмотреть, а там десятка. Если Господь позволит, вы тогда увидите. И сразу же заказываем к истинному православию книга. С добавкой около 200 страниц. 5000 европетров. Конечно, огромные деньги для нас. Но уже кого-то Господь тревожит и посылает. Милости Божией. Вот два вида печали. Переживи их. Не имеешь. Скажи, Господи, я печаль духовную никак не могу понять, в чем дело. Печаль. Мы молимся, а у нас один. Кто придет, кто не придет, уснул где-то. А я печальюсь. Где он в это время, что он там занимается? Каким дождиком обогреваемый? Прямо печаль. Потому что это уже трещинка. Пошли дальше. Одиннадцатый стих. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Во всему вы показали себя чистыми в этом деле. В каком в этом? В печали. В каком конкретном поступке? Какой был? О чем они в них опечалились, плачут? Что с ним? Кого-нибудь себя выгораживают или кого-то вытягивают? Ну, считай, ты только все-таки маленько-то приложите себя. А будет. Пятая глава, что у вас появилось блудодеяние, которое у язычников не слышно. Что он вместо жены с мачехой способился спать. И они как все ополчились на него. А кто бы сказал, вы только о себе заботитесь или о нем? Чтобы его нигде не было, чтобы не позорил нас. Ненавидящий брата уже человек-убийца. Ненавидит просто, ненавидит. И вот теперь это выявилось. А они так поднялись, что теперь, пишет апостол Павел, да простите уж теперь, он кается, да он из слез не выходит. Ну, простите, теперь их уговаривают. Вот как разогрелись. Как вам себя показали, ревностные. А если нет, человек в ненависти живет, приходит, молится. У тебя разницы нет, что спрашивают тогда? А ты понимаешь, что это состояние погибельное, смертельное. И ты на молитве везде будешь говорить. Почему? Завтра же день не наш. Сегодня, вот прошедшее, говорит, не наше, через час еще не наше. Только вот этот момент. Эта песня есть такая. Один только миг. Знаете? Там что-то по северному. Вот как. И когда ты это считаешь, ты себе скажи, когда ты печалился так о человеке, который верующий с тобой там, ну, я уж не говорю где там, на работе или где-то, но верующий, и ты так о нем печалился. Вот тут приезжал игумен Сахаров, Кирилл. Видели его? Ну, такой очень хороший. К нему мы всегда заезжали в Москву, игумен. Ну, у него, он московская патриархата, но вся служба, все идет по-старобречески. Я не просто так про него говорю. И он написал, у него выходят воспоминания, ну, маленького такого формата, вот такого книжечка, но там еще послушать. Он член Союза писателей. Очень грамотный. Не считая мирского образования, у него там духовная академия и прочее. И он был. И обо мне написал очень много. И говорит, вы когда не видели такого человека, чтобы он сейчас сами плакал в церковной ограде? Упал на колени и плакал, и плакал. Спросили, а чего? Вы же раз и не видите, люди погибают. Церковь мертвецами наполненная. Люди не знают Бога. Если тебя брак хвалит, ты должен подумать. Должен подумать, что ты допустил, какой греш, что враг тебя хвалит, своим считает. Если враг тебя хвалит, какую глупость ты допустил? Это опыт жизни. И вот здесь он увидел. А это можно опорочить как угодно. Это делать нечто, там плачет. Э, нет. Бог поворачивает и иногда прямо оповещает, когда-то человек обратится. И ничего не сделают. И на этом человеке ничего не делали. А гляди, начни, да и получится. А что сказать? А вот они. Как они его стали трепать. Теперь Павел за него заступает и показывает, какую ревность вы показали. Ну, примите теперь. И пятими окончилось. Считаю. Не из примеров других, говорит, доказываю пользу печали по Богу, но из вашего опыта. Ибо вы не только не раскаялись в том, что опечалились, но сделали более заботливыми о себе. Извинения предо мною, ибо я извинил вас, потому что вы раскаялись. Какое негодование на виновного, на соблудившего? Какой страх? Предо мною, ибо вы так и так скоро исправились, потому что устрашились. Какое желание? Ко мне, когда сказал о страхе, дабы не подумали, что представляет себя каким-то властителем, тот час поправился, потребив слово желание, которое есть признак любви, а не власти. Какую ревность к Богу? Какое взыскание? За законы Божии. Ибо вы наказали нарушивших онны. Вы, говорит, не только не сделали ничего такого, что сделал блудник, но и не подпорствовали ему. Прежнее послание сказал, и вы возгордились, 1 Коринфянам 5.2, что делало их общниками преступления. Поэтому здесь говорит, теперь вы очистили себя и от этого подозрения, и показали себя чистыми от порицания. К тебе вопрос. Почему ты с этого момента начал сегодня? Остановились мы по порядку. Так, по порядку. По теме разговора, что сегодня я уже не первый раз говорю об этом. это тоже чудо Божье. Конкретно. Вы же видите, о чем мы делаем дело. Еще раз напоминаю. Возьми Библию. Вот это, 3.18. Языкии. Или открой. Это учить надо. Откроем. Вот они сразу. Возьми. Языкии. Это один из великих пророков. Да. И Иеремия, и дальше Языкии. Так, подожди. Ты что еще? Так, дальше Языкии. Вот так, дыри, закрой, что будет. 3.18. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь разумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет беззаконний свое, и я защищу кровь его от рук твоих. Вот так, если задуматься, мы же другие люди совсем. Неважно, какой грех, но ты понимаешь, ненавидящий брата, человеку убийца. Это вот убил человека, ненавидит. Приравняется в духовном плане одно и то же. И ты что сделал для этого? Написал письмо, сходил, плакал, и тут много что, но главное, что ты не остановил его. Он умрет. Не написано, какой грех. Смертельный. Я взыщу кровь с тебя. А если ты ходил, договорил, да не откладывал на завтра, а он не принял. Дальше говорится. Девятнадцатый. Но если ты уразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Если он злословит, церковь, там священство, вот по тем временам все это было. Тогда это на нем, если ты, а ты отложил, на что у тебя охота от всех, что было. Эти вопросы неверующих человека. Верующие понимают, сегодня, завтра я не знаю, надо что-то сделать. А что сделать? Надо сначала скажи, что делать? Вы мне найдите, чтобы человек в церковной ограде часами плакал. И когда подошел, спросили, что, какое горе, народ Бога не знает, священник совершенно не учит. Выйдет с чашей и трясется. Кто не причащался? Этого не было в мировой истории. Наоборот, трижды говорится, и лица оглашены, не только оглашены, а не верующие, выйдите. Еще дважды будет, двери, двери, закрой, чтобы чужого не было. А тут у нас Нина Жолнирова, сестру готовила к окрещению. Ну, пока проходила подборота, тут батюшка идет, она к нему. А сестра-то прошла вперед. А народу много, явно, видимо, богослово в Барнауле. Она к батюшке подошла, батюшка, вот когда говорят, оглашены, изъедите, куда выходить? Не пойму. Что тебе надо? Ну, оглашены, изъедите. Да давно уже выбросили, нету, оглашены, дайте, иди, молись. Вот и все. Выбросили. Это не ритургия Иоанна Богослова. Почему? Полное обещание. А она куда-то забилась, ближе к священнику, выходит. Кто не причащался? А Нина не может ее найти. Потом смотрит, она причащается, стоит. А готовила ее к окрещению. Она потом говорит, что ты наделала? Что? Священник на меня смотрит, кто не причащался? Я так и поняла, на меня смотрит. Он меня зовет, я подошла, причастил он ее, не видел, не знает. И это многие больные. Немало убирают. Многие. Это кто не причащается, не имеет жизни, а здесь смерть. Смерть. Почему? Не рассуждаю. Не о теле, не в чаши о теле, а о теле, которое за тебя, Христос, умер на Голгофе. Вот это ты понимаешь, ты все, по православному, тебе уже, не сдвинут тебя ничем. Ты за православие будешь двумя руками держаться. А так какой-то, еретический, какой-то шплинт появился, два слова он сказал, уже так. Он ничего не объяснял. Ну вот это, что Христос стоит, ну, руку правила по спиной, и вот так вот. Это положение во гроб, вот тут ума-то никакого не надо. Так кладут во гроб. А Христос умер. 4-6 мы считаем послание к римлянам. Смерть Христа крестит. Смерть. Он умер на кресте. Даже такие простые вещи не доступны сегодня. Я вот хотел сказать, Людмиле Анатольевне, этот Илюш, это приходит, он уже не маленький. Вот посмотри, скажи, кто сидит. Сидят люди, ну, ясно дело, за 80 лет. Вот как приходит, маленький Асадов упал. Скажи, почему? Табуретки нет, значит, принес, сел. Ты же можешь стоять. Мы вот бывали, когда в аптече сидят, мы сидим. Передают привет, встаньте все, мы встанем, ничего нет. То есть его как-то к этому надо привещать, маленький. Я прихожу к Надежде Васильевне, на улице велосипед валяется, прямо около дороги. Я зашел, он сидит у ней. Я говорю, велосипед чей-то, я ему, наверное, забегу сегодня, на каменку туда. А он молчит. Так рада есть, как рада прислали, скотину гонят и прочее. То есть безанаберность вот это. Ехал, бросил, дальше нет ничего. А как? Работать надо. Он не просто, он растет. А он не будет сушить. Не знаю, оглашенные за дети, он выходит, приходит к поиске. То есть, есть за что насыпиться, хотя бы маленько. А как у вас там, приезжали тебе родственники, ты видишь, разница какая? Смотри, православная как. Баба стоит, она нуждается к тебе, она не может найти, что сегодня считается. А она на телефоне-то смотрит, ты дома разберись, как-то бы им заняться. Он бы хорошую помощь оказывал сестре глухонемой. Ну и вышел, и больше его нет. То есть, на него никакого влияния мы не оказываем. А зря. Он юн, конечно, и обстановка, все уже другое у него. Но все-таки, ну можно, я так, по моему мнению, можно позаниматься. Ну как, я к нему не подойду, потому что, знаю, хозяин будет очень недоволен. И вот и дома, это лучше всего, когда никто не мешает, и скажет, ты пришел, такой устар, вот так ты, ни разу не перекрестился. Ты знаешь, что такое крестное знамение? Какую оно силу имеет? Когда явлены были, вот так вот молятся, руку-то не доносят, а он сидит, свечил ноги. Как-то, когда руку донес, так кубырк, бесенок ушел, видение было. Так ты ему, думаю, многое расскажи, крестное знамение, это сила Господня, это, кто взглянет на медного змея, был здоров. У него никакого там понятия нет. А он в вашей комнате живет? Что-то как-то сделать с неохотой? Тоже можно, я видел, как он рядом, но все-таки выполняет, там поливает, и скотину, ну, весь бы выглядит. Поговори раз с другой, пойти с ним вместе в поле. я так понимаю. Так и бесполезно. Вот это не надо говорить. Он не взрослый еще. Он растет. Конечно, обстановка у него неблагоприятная, и дома, и где он, ну, родился. Но учиться здесь, это живая душа, и может быть, он будет избранный Божий. Это я говорю отсюда. Как они с этим блудником разделались? Дальше. Двенадцатый стих. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше, а вас перед Богом. Вот если говоришь, ты заботишься, это наше попечение, а не то, тебе надо что, лишь бы лезешь. Павел, тогда такие же люди были-то. Это попечение, забота. И мы смотрим, как до этого терпели его, он, видимо, каким-то был знаком там где-то. И они его вышибли оттуда, а он опять идет. И вот как раз говорится об этом похвала, что тебе не безразлично. Вечность. Ее вернуть ничего нельзя. В чем застану, в том сужу. Вот если бы мы это понимали, вот сейчас я спотнулся, упал где-то и умер. Все. Мы молимся. Я молюсь. Молюсь за умерших. Все. Ну, Библия мне нигде не говорит об этом, что я могу из-за этого вытащить. Я просто сам себе утешение нахожу. А может, он тайно где-то делал добрые дела, да придут они на память. Я уж в Корнилии, 10 главу, Бавария, где погиб, мы дважды мимо проходим этой стелы, где у них, и молимся туда и обратно. Он верующий был. А он был парторгом. Был. Обычно у политиков нету. А тут написано, вероисповедание, православие. И у меня совесть не судит в этом, что мы молимся открыто о нем. Кабы не он, нам бы не иметь, а то он помог, все получили. Так. Дабы не сказали ему, зачем же ты обличал нас, если мы были чисты, если вы чисты были от преступления. Говорит, я до того уважаю прежде писанное мною, не раскаиваюсь в обличении вас, что говорю. Для того я написал то, чтобы любовь моя к вам и попечение мое о вас открылись перед Богом. То есть перед Богом, видящим, что это справедливо. Я потом дальше посчитаю. То, что он говорит, Павел, это попещение о человеке. А если бы, вначале, Павел, да ты только думаешь о себе там или это. Нет. Он показал. И это все ими принято дело. И так и надо понимать. Неиспорченный разум его прихожан определил правильно, что он заботится, заботится и о них, что они ревности стали, они были безразличны к этому. Который натворил такие дела. Я опасался, чтобы и на вас не перешла зараза. Кого же разумеет под оскорбившим и оскорбленным? Блудодевствовавших, потому что и тот, и другая оскорбили друг друга. Как же говорить, что писал не ради их? То есть, хотя и писал и ради их, но не исключительно ради их, а и ради вас, чтобы не испортилось все общество. Так, и когда говорит, разве в Аллах заботится Бог в 1 Кориффе 9.9, не то говорит, что Бог не заботится о них, иначе зачем они и созданы? Видите, как ребятка заветнее слово уставил, не загражаешь того вала молотящего. Ну и так и думали. Обычно, когда нам молотят, то он идет и схватает о пшеницу, они надевают мешок на голову ему. Он говорит, не заграждаешь, а у вала молотящего, другая зайдет к роду, прогони, а пых, на котором молотят, его не трожь, не заграждаешь там. А пых, да может о валах заботиться? Не этот, а кто? Имейте по пещению. Кого канонизировать? 13.7. Откройка к евреям. Последняя, перед откровением. Вот посмотри, канонизация какая. Ну я называю канонизацию, а тут другое слово стоит. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Из ста канонизированных сегодня, может быть, два только попадают, и то, и два, и два, может быть, один. Поминайте, которые вам проповедовали Слово Божие. Кого проповедовали, это когда он в дупло залез, в большое дерево, в дупле просидел, другой под землей сделал, дыру туда тоже, столб не только вниз в землю, иной на столбе. Киевские города ископали, кто в пещере, если ты был, ты посмотри там, что там какие-то тоннели. Господь говорит, иди-те по всему миру, бывший еще митрополитом, владыка Кирилл, говорил определенно, патриархом теперь он, Кудяевым, он говорит, миссия – это движение. И прямо говорит, не сидите на одном месте, идите проповедуйте. Где-то там какой-то перекур, колхозик, выберите время, чтобы людям сказать о Христе. вообще слушают, как будто бы это не патриарх. А этого сослали, Илариона, Толпеева-то, у него такие ролики ставят, сейчас уже четвертый о бесах, о демонах. То ли мы не близко знакомы, как-то, я уж не знаю, ну так хорошо пише. Он по тем местам проезжает. Это просто талант. Ну и, конечно, талант. Он композитор. И оформления такие. И вот мы это смотрим, и вчера, казалось бы, я там где-то даже отзывался о нем, он экуминист. А когда его сослали, там, кажется, в Бенгрию, он совершенно как другой сделался. До конца все спрашивают, за что его поиздили. Я своим умом понимаю, что его повысили. Он свободен. И теперь в нем таланты просто распахнулись все вот так вот. Один на апостоле Павле, а Матфея, где они были, в те места фотографируют. Он стоит, считает прямо по слову Божию. Алфея пылает. Моей молитвой никак молитва не шла. А сейчас я прямо молюсь каждый день о нем. У меня даже как-то разговаривали, и Ширкунов тихо. Сегодня ночью видно выступил насчет Вагнера. Хорошее выступление. Прямо хорошее, что государство погибает тогда, когда внутри революция идет и все другое. Ну, как будто замерение там пошло. Ну, которых набрали отовсюду и все эти нигде. Нам запрещено на эту тему говорить в нашем сообществе. Я просто так хотел сказать. Располагается. Прямо поддержать охоту. Вот как Господь сделал. Когда его сослали-то, та же мысль мертвнула, что-то где-то не так сделал. А теперь вижу, Божье дело это. И когда мы беседовали в Епархии, в Метрополии здесь, я и сказал, «Затихонный, нет молитвы, не могу никак, и все. Помяну, неделю нигде нет его». И вдруг начинается молитва. Сейчас на каждой молитве «Затихонный», они с Анарионом рядом стоят. Я по молитве проверяю. Да это, с чего вы проверяете? Ну, я делюсь опытом. Потому что в этом все. В молитвах. Молитва – это главный критерий определения верующих или неверующих. Ты уже не будешь думать по-человечески последствия, как твое дело – выполнить волю Божию. А остальное Бог берет на себя. Так я сделаю. Вот этого не надо. Сделаешь. Ты сделай, как Бог велит. А результат Бог берет на себя. Да вот сына не слушается, ты его накажи. Если не слушается, только три. Три. Ступеньки надо. Что делать? Связывать. Избивать. Изгонять. Ян Платоус. Поднимется рука. Связать. Бить. Изгнать. Не понравится это, наверное, тебе. Если будешь не так делать. А почему? В этом все так. А он убежит из дома. Это уже не твоя забота. Ты выполнишь, что Бог говорит. Наложи. Пластырь этот. Я разговаривал с такими людьми, которые сильно далеко ушли. Воровать начали. Она девушка. В десятом классе. Целая банда. Там находили, где грабили, в форточки залазили. И отцу стало известно. И она в этой группе. Он еще домой ее взошла. Дальше он ее, видимо, упек. И у него ремень офицерский. Пек портупея. Он такой узкий. И он ее порол. У нее платье. Все это в рано туда залезло. Ее вину, говорит, отмачивали. Это она уже рассказывает. Если вот папа меня бросил бить раньше, я бы уже не отстала. Я не могла уйти от этих товарищей. Тут как отрезала. Кончил институт. Закончила. Теперь семейная. И об отце как она называется. Я не призываю ни к чему. Писание говорит об этом. Не жалей розги твоей. И не возмущайся криками, чтобы в последствии утешать себя. А на дочери поставь строгую стражу. И дальше, говорит, какие причины. Чтобы не было с ней того, 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 того. Ну, вы знаете, все рахли, как говорили. Так, пошли. Двенадцатый. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его толкования. Я показал попечение свое о вас. И надежды мои не обманули меня. Поэтому, говорит, весьма утешился. Теперь к утешению, которому вы утешили меня, как я сказал, присоугубилась больше радость. Радость Тита. Радость же это и утешение за вас и для вас. Поэтому и говорит Даня. Видите, кто хочет сказать еще? Чтобы не было что-то, вы защищали. Отстать от блуда. Это намного легче, чем от духовного блуда. А духовный блуд означает, от Бога человек начинает дружить с миром и прочее. Соединяется с врагами, с эритиками. Это намного-намного труднее. Если вот она ходила, он ее отпорол один раз, она больше никогда не пошла туда. Ну, порол, он говорит, мне здорово. Понятно? В духовном плане намного труднее. А тогда сделать так, сделать замечательно. А человек уйдет. Да ему нет, он ушел уже давно. Он с врагами заодно. И апостол Павел это все понимал. И напоминал. Как я. Я ученик любви. Любовь, любовь, любовь. А любви говорит. А теперь напомню, что они делают. Да ты забудь, ты же апостол. Напомню. Ну, то есть, ясное дело, что принимает крутые меры. Как он нас не принимает. И которые нас принимают, и их изгоняет. Один к одному. И это Бог позволяет испытать нам. Чтобы мы были готовы к этому. Сегодня отнять еще не стоит. Землю, прочее. Сейчас ее выставят на продажу. И все. Ничего нет. Ни комбайны твои, ни машины еще не нужно будет. Почему? А оно вот придет к этому. Вера одна будет. Одна. Источник, который идет, один. Мы где-то рядом. И вот сколько сегодня говорят. А чем закончится это? Не нашего ума дело. Но что проклятые наказываются проклятием? Это да. 48.10 Еремия. Я уже говорил об этом. Вся вот эта зараза. Крещение. Там, краплением. Ну, все остальное. Бритые вот это. Это все оттуда идет. С той стороны. И у Бога все вымерено до определенного момента. Нам да Бог дал это понять. Мы должны это ценить. И теперь, говорит, показали ревность. Ревностики не было. И, наконец, сказал, ну ладно. И начинается. Они фильм ставят. Самолет. Идут с рюкзаком в аэропорту. Говорит. Четыре часа и в лету. И мы уже в Барнавуре. И дальше как их встречают. И все. Они посмотрели. И потом их Лена сопровождает сюда. Они приезжают. А фильм начинается так. Он в лесу стоит. По два метра такой. Здоровый мужик. Крепкий. И вот так вот. Вот вы знаете. Вроде христианстве. Какие нормы. Существуют. Правила. Но вы хотя одного-двух найдите. Которых половину хотя бы исполняли. Что они говорят. Каким должен быть христианин. Ну найдите. А я нашел. Ну и дальше уже тут. Берет у меня интервью. И приезжает. И как он едет дорога. Все показано было. Хотя бы наполовину. Ему это понятно. А нам не понятно. Что ты должен все время быть на страже своей души. Считаясь день последним. А это сильно побуждает. К решительным действиям. А не так. Куда вытянет. Это никак не вытянет. Там дьявол все оккупировал. И поэтому необходимо принимать экстренные меры. Гниющий член в этом возгодстве отсекается. Чтобы все тело не сгнило. А человек когда с гнилым телом и здесь. Он только заражает. А если надежда. Ты делаешь что-то. И Бог покажет. Будет или не будет. И вот этот приехал который. Они выполнили все правила которые у нас. Вот сейчас приезжает. Сегодня у нас 25 окажется. 25. Следующий будет 2. Ну с 3 и 4 уже приезжать начнут. Люди к крещению готовятся. Которые будут заботы какие-то. Люди разные-разные. Разные национальности. И они нашли нас. И они прям двумя руками держатся. Некоторые во время не закончили обучение. Отложили еще на год. Ну то есть разные причины. И вот те люди которые думают приехать. У нас он уже один был. Был. И как-то вы пришли сюда. Обернуется его нет нигде. А где он? Нету. Оказывается он ему залез куда-то там. Его закрыли замком. Помнишь? Николай Афган. А его закрыли. Пришли тогда сносочно бежать туда. Да. Открыли. Отпечатали. И вот ему целая таблица. Что он должен делать? Не выбирать то-то то-то. Ты согласен с этим? Правила нашего сообщества. Ну да. Согласен. Значит так разрешается приехать. От того что он бесконтрольно. А теперь правила выполняем. Нигде еще не нарушит. У него есть и талант свой. Вот у нас самое хорошее песнопение. Это Виталий Коренников. Недавно еще один ролик поставили. И очень интересное. Я скидываю вам. Вы увидите. Видите как открывается. А Виталий был здесь. Ему было отказано выехать. Выехать утром, чтобы тебя здесь не было. И он покорился. И вот за это время мы стали ближе. Его не отсекли. А вот с Никитой самая печальная опталовка. Везде занести в черный список. Это сегодняшний патриотизм где-то. Он прямо кинулся на всех. На все. Ну тяжелое положение. У него с наркотиками. Я его спрашивал. Когда был потерян. Где-то что-то колопал. Нет. Ну никто не видел. Люди, которые знакомы. Видят по глазам. Он все время здесь пользовался им. Не знаю. Но уехал от нас в Барнало очень по-хорошему. И вот сейчас не знаю сколько. Ну неделю назад. Неделю-две, может не больше. Кинулся буквально все время. Видимо приезжали. У них там в богатине. Захватили. Служить. Людей-то не хватает. Ну и поэтому, если есть, мы молимся о нем. И что интересно, о нем молитва идет. Вот особенно самый сильный Невзоров, Александр Львович, кажется, его Невзоров. Он там в маке атеизма вел. О нем молитва идет совершенно свободно. Я ничего не могу объяснить, но это так. И он поехал где-то в Израиль. И что-то там сказал насчет этой военной операции-то. А этот до 15 лет. За убийство только 7 лет давит. И ему дорога сюда закрыта. Он знает, что он уже в аэропорту его сразу наручники наденет. Тут играть не будут. И он ушел. Я каждый день молюсь за него. Так он не верующий. Он семинаристом был. И кажется, дед у него был генералом КГБ. И там, как эти, вермовали которых, священников, химонахов, которые... Он, я говорю, все это видел. То есть он с деда все знает. Молитва идет. Герман Стерлигов. Я его как великий разрушитель не могу назвать. Молитва свободно идет. Объяснение дать никакого не могу. Говорят, а вот такие там люди... Я могу сказать, вот, Мария Тереза. Католическая она. В мое мнение, она святая. Она спасенная. Знаете, о ком я говорю? Она, говорят, Нобелевской премии. И где бы ни было, какая беда за мритисение, в Спитаке она уже здесь. Уже в Армении. Едет дорога. Что у нее, я в таком. Что у нее в подъем 4.40. Почему не в 5 или в 6? Ну, у нее там подвижников, которые это 200 тысяч, что ли, было. Как она школу образовала первую. Мел достала и первая школа. А где нигде здание Кирпичина будем на стене рисовать. Дети лично не бывают, как звезды на небе. Это ее изречения. И когда машину ей папа, там, какой-то сильнейший кандилак, она сказала сразу же, на самом выгодном торгу продать. И деньги все там на прокаженных, на больных. Где бы кто ни был. Дать достойно убереть. Это ее выражение. И с прокаженными, со всеми, знаете. Да некоторые, знаете, не верят в это, что в настоящее время такое. Ну, и семинаристы, католические, преподаватели говорят, да в настоящее время никого святых нет. А он стоял вот на... Ну-ка, быстро сюда. Смотрите, они глядят, там человек идет, там, басой или что-то. Это я в Шанхайске. На ваших глазах. Православный, это святой, живой, святой. Да, да. И мы это признаем. Надо научиться более обширно видеть это. Католики, да, они не такие, но... Они церковь. Церковь. У них есть священство. Так, пошли дальше. 14 стих. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но, как вам мы говорили всей истинно, так и перед Титом, похвала наша оказалась истинной. Толкование. Я, говорит, тому обрадовался, что Тит нашел вас такими, какими я изображал ему вас на словах. И сам ему успокоился, когда нашел вас такими и не встретил от вас ничего грубого и неприятного. А то, что Павел хвалится учениками, показывает, что они были добродетельны. А он чадо любив. Такими и теперь должны быть ученики и учители. Как проповеданное мною, вам все было истинно. Или, может быть, говорит о похвалах, высказанных им о Тите. Так и все, чем я хвалился о вас, оказалось истинным. Ну вот на это предложение, которое сейчас прочитали, последнее. Что-нибудь скажите. То есть Тит еще не пошел. К нему послание будет. Он посылает туда. А теперь он рассказал, ты знаешь, какие коринфия, они нехорошие. Ну вот не досмотрели бы такое дело. Но главное выполнили. Они его отнущили сразу. А теперь послушали с меня и сняли эту семью. Ну и как, ну хвалится им. И Тит-то пришел и не разочаровался. Тем не я говорил, там уж святые какие. Он увидел то, что я говорил, такие они и есть. А нас где говорят, когда приедут, чтобы нас увидели такими, какими о нас говорили. Вот отсюда надо его вывод сделать. А о нас далеко известно. Так и мало людей, мало. Илья говорит, сколько осталось? Один я остался. И моей души еще. А Господь ему сказал, сколько еще тысяч? Так, сейчас я посмотрю. Так, уже захватили. Так, вопросы. А, нет, еще не закончилось. 54 минуты. Еще есть. 15 стих. И сердце во весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Сими словами хвалит Тита, что и они полюбили его, как связанного с ним и пламенно любящего их. Поэтому не сказал, в сердце его надо показать силу и горячность расположения искренней любви его. Выставляет причины такой любви к ним Тита, показывая, что они сами подали повод к такой любви. И вместе с ним побуждая их больше любви. Ибо вы не просто показали любовь к нему, либо печенье о нем, но и послушание, приняв его, как дети отца, и в то же время, как начальника, со страхом и даже трепетом. Сим самым свидетельствует о сугубой добродетели их, о любви, как к отцу, и о страхе, как к начальнику. Так что в них ни любовь не ослабила страха, ни страх не отравила любви. Речь идет о блуднике, который с мащихами был. А в духовном плане это, может быть, сотни раз труднее. Они его приняли, а это никак. Человек сразу видит, что делал не то. А если перешел в ерес какой-то, ну, со злыми людьми, там, спознался, то он никак не может осознать этого. И он что-то имеет, он ничего не имеет, потому что он все время подпитывается то, что есть. А тут подпитки нет. Он сказал, ты уйди в другой дом, там, или еще где-то, не знайся. Тут никак не сходится. Духовное повреждение намного труднее управлять. А тут? Плоцком-то? Почему? Его чадо. Вот мы когда считаем, я самая, можно сказать, короткая, Павла послали к Филимону. Одна глава. Краткое содержание какое, знаете? У него был знакомый. Филимон. Как он обратился, неизвестно. А у Филимона слога, это слуга Алисин. Ну, он, видимо, имел доступ к его там банкам и счетам. И когда его где-то не было, он и удрал. Куда? Да где много людей. В Рим. А в Риме там кутежи, обещания. Когда все промотало, есть нечего. А говорят, тут в тюрьме сидит интересный такой человек, и ничего нет у него. Не вор, не политический враг, но какая-то вера такая верит в распятого, какого-то плотника распяли, а он в это верит. Да дело не в этом, что ему подарки несут. Он кормит, и там нищик, как туща такая каждый день. И что, я приду накормить? Накормят. Ну, и Павел-то накормил, и стал ему говорить, а кто ты такой? Ну, там я был, а где был? Да в таком-то городе. А где? В Падуе. А как звать? Да Филимон. Филимон, так я его знаю. А? Анисин. Филимон этот, Анисин, который пришел к нему. И теперь он ему письмо пишет, когда я его уже обратил, он стал верующим, он письмо Филимону. И говорит, если я тебе должен чем-то, он должен, украл тебя, я тебе заплачу. Вот такое радостное известие. А в жирухе для встречается, так встречается, если мы жируем. А если там не трогай, лишь бы потихоньку. Это спасительнее не может быть. Это зарытый талант. Да как, как человек спрятался? Он спрятался, знаете, а ты ведь сейчас думал. Прямо говорю, зарыл талант. Вот тебе твое. Я знал, ты злой, жестокий господин. Завернул в платок. Он отдал точно, сколько было. Почему не отдал, чтобы прибыль была? Да как, если я буду говорить, у меня все разбегутся. Это не твоё ума, ты должен поступить как есть. Ты зачем захватываешь Божию миссию? Ты сделай от плечи, надставь его, и кровь его будет на его голове. И сделай не завтра, а сегодня. И ты увидишь, что будет. Да как, человек, если он с врагом, он уже не так. Если нападает, он уже не, его нет. Он нет, он просто здесь. И он всё смотрит с той точки зрения, которую враг ему насадил. До конца, ещё раз говорю, за мисс твоей тогда душой. Я сегодня, я однократно повторяю, моя жизнь это была многократно. И что бывало? Бывало, внезапно сейчас останавливается. Ему скажешь, и он как проснулся. Я говорю, а да это почему? Я сам не знаю, у меня как-то что-то сползло вот так. Ну и дальше он будет говорить, то что он видел, то ещё что. И вот здесь мы это видим. У Филимона руки подел отпустились. Так с кого-то требуется Павел, да он же в тюрьме. Привязанный, прикованный. Да и они все мудри, мы родные братья теперь. Мы дети Христа. И надо послали, и его взяли, в канон ввели с ударного завета. А так бы то, просидел, да ушёл, да, табарюк тут много болтается, с ним разговаривает. Бог свёл. Поэтому у меня опыт такой, что я могу на каждое слово показать, где это было или со мной было. Вот представьтесь, в тюрьме, когда человек ещё свет сведёт, не в лагере, не осужденный, у него одна только задача, чтобы до конца не разобрали, кто я. Если до конца будут знать, мне никогда не выйти. А я беседую с ним, говорю, ты всё правду говоришь. Он покаялся, слезами, Реткин фамилия его, Владимир Прокопьевич. Кажется, с Бийска. Встали молиться, он плащет и плащет. А я, возьми, даже скажи, я говорю, мы эту малину собирали здесь. И дети, ну, собирайте по стаканчику-то. И тогда мы придём с молоком и сделаем. А Кирилл ушёл. И удивительно, он там, которые растут эти, клён, он пошёл подальше. Он берёт, воборот, а мне говорят, он совсем не берёт. Я говорю, не трогайте, а потихоньку в малине прополз. А он берёт, я говорю, святый, Боже, святый, крепкий. Я потихоньку назад не надо, он берёт. Его малина очень вкусная. Я когда рассказал о том Володе-то, он целый день плакал. Господи, ты малину берёт и плащет. А у меня дети какие злые, дерутся между собою. А там вот из камеры всё приковано. Он по скамейке ходит. Петух, она съест, полотенце через плечо, всё слёд от них утирают. А нас сразу отсадились с камеры, чтобы другие-то не заразились. Ну, я стал говорить, что, ну, я замдиректора, а живот вот такой вот. Прямо, это, полторы недели прошло, у неё ничего не осталось. В рот не берёт ничего. Я, Володя, хоть маленько запусти, я поражу этого мамону, вот так, по животу. И вот, когда мы беседовали с ним, а вот как ночью я уже спать, он не смог спать-то не ложиться. И вот здесь у него пузырь такой, отрущий-то, производственная травма отец Геннадьев. Переписал всё, что-то у меня там написано в стихотворении. И вот, как он начнёт вспоминать, аппаратуру привозили. Аппаратуру это. И я привёз в КГБ, если сказать, КГБ-то там ещё навинтят мне. Я говорю, ты не думай об этом, вызови прокурора по надзору, скажи, сведения давал ложные. Ну, сколько тебе? Ну, пока 7 лет мне сведетят. 7 лет. Ну, если я правду скажу, мне больше дадут. Володенька, не забудься. Тебе нужно сказать правду. А на правду теперь Господь ответ даст. Сразу в два раза меньше срок, ещё проходит ещё меньше. Это Бог делает так. Ты Богу доверься. Пойди с уверенностью. Я меняю свои показания. Я Бога не знал, поэтому извините меня. И Он всё так и сделал. Я уехал в последствия, ты кого знал, там кое-что. Вот это опыт. Никогда не заботься о последствиях, если ты выполняешь миссию Божию. Вот я могу сказать, что ночью двери никому не открывать. И в самой большой опасности тот, кого вызывает на что-то, доказывает, что ты нужен там. Через дверь ещё скажи, узнай, возьми телефон, позвони. Дверь не открывай. Запиши себе. Никогда не открывай. Даже деревенский кто-то придёт, будет не открывать. Особенно опасен священник в этом вопросе. У нас Бахта умирает. Только открыли его за грудки, и утром на кладбище на берёзе уже висит. И он таких повесил. Больше сорока священников. Ну, он начал касаться другое. За ним долго охотились. Как-то его фамилия такая. Бобров или что-то. Ну, и его убили. Своих же. Коммунисты убили. А он поставил задачу истребить религию. Вот он не пропаливает священник-то. Десять лет. С него никто не спросит. А если убирающего не исповедует, не причастит, могут запретить и даже сам снять. Он дверь распахнул. Жена говорит, вызвали больной бабки по Роскове. Никакой бабки в священнике нет. Не открывайте никому. Да у нас в двери такие пни. Надо, говорит, она в комнату вылетит дверь. Хорошие двери сделали. Понимаешь? Это опыт. Шторки, чтобы были закрыты. Смерть не включай, пока не задернешь. Да ты же открываешь. Есть такая газета, Гудок. Железнодорожная. И там статья была такая, упыль. Я могу ошибиться, какой-то город в России семейство за семейством высекается. Утром придут шесть человек, все мертвые. Разбитые, все. Ну кто? В воинские части призвали. Короли, наконец его схватили. В работе хорошие, на работе, нигде выходят по улице. Шторки. А как вы узнавали кого? Я гляжу, открыта корточка. Шторок нету. Я маленько подстаю, знаю, сколько человек там, кто главный. А потом, говорит, посмотрю, куда лег спать. Они не просыпаются. Я, говорит, кирпичом сразу хозяину голову разбиваю. А потом с остальными расправился. И забираю, все надо, уходит. Шторки. Я у них был, он знает даже там. Валентина Павлова у нас была. Дочка ее, Наташа. Как-то открыли. Я, говорит, еще делала, переодевалась. А что тут делать? Да тут никого нет. Ну, может, там вот так вот, между оградой, там люди же живут. Да никого там нету. Ну, трудно ли тебе шторку-то надеть? Я вышла, посмотрела, там четыре парня стоят около окна. Она прям вплотную вот так проходит. А тут коридор, там во дворе дом еще один. И еще. Вот и все. Шторку закрывай всегда. А если ты привык не закрывать, тебя не заставишь уже. Потому что тебя Господь будет учить. Запри дверь с собой. А дверь, это не означает, что шторки открыты. У меня такое же было. Шторки нет. Надежда следовательная. Застыло, все, еще не видно. А вот прямо напротив окна, там колонка. Я там свет выключил. Вижу там два человека стоят. В нашу сторону повернут. А эта она стояла. Ты же говорила, а нету льда ты. Стоят люди, так как, откуда они? Тебе не надо рассуждать откуда. Шторка и все, все вопросы решила. Ты слышишь меня? Привычьтесь к этому. У меня опыт очень большой. Зашел, в первую секунду дверь с собой защелки. А если кто-то где-то, подойди к окну, я посмотрю. Вот у меня кто-то, ну это я не знаю, я не слышу, это хорошо. Я говорю, подойди к дверю. Он подвесился зашел. Ну я вижу, кто зашел. Тогда дверь открою. Я все живой. А соседка открыла. Рядом соседка. А он за хлебом пошел. Пришел, она зарезанная лежит уже. В Баруле. У меня шесть, а у него дом четыре. Вот и все. Ну его, правда, быстро нашли. Через дорогу. Наркоман. Там 700 рублей-то и было. Душу погубил. А ушел за хлебом хозяин, витропарк. А если бы она закрылась, он пришел, в окошко глянуло. Поэтому мы говорим сначала о теле. Потому что тело нам близкое. А теперь перекинь душа. Ничего юридического не считает. Мне вот накидают, инор раз. Вы только прочтите. Я только гляну, у меня окна большая. Я вижу, мне это не надо. Вот это не надо. Все, выберу, откидываю. А когда божественное что-то, нашего общества, там много полезного. Иногда наши отвечают, вот такие вот ленты из священного писания. Нам наше общество нравится там? Вот, посмотри на нее. Потому что обмануна сестра сидит. Я знаю, если Богу доверяют, что тебе хороших друзей пошлет, хорошую невесту. Если бы для Бога это делала, но это все остальное, это намного... Мы человека не знаем, а Бог знает, чем он закончит человек. И с приглядом на то, так, чтобы едем в поезде люди, эх, Мария, всю жизнь у меня испортила. Я бы был инженером. Да ты пенчушка. Это мать Гаврила не выходить за тебя. Я жизнь свою загубила, живя с тобой. А сам их подстеплен, поддержай, ты проехали с танцами. Поехали дальше. Кто виноват? Мы говорим о важных вещах. Поэтому результат за помощью Божией. Я о результате никогда не думаю. Бог сказал, я поведение выполню. Так, понятно? Кому непонятно? Все понятно. Да слава тебе, Господи. Так что? Да слава тебе, Господи. Батюшка, помолитесь, тогда горите Бога. Господи, не от ее нас от лица Твое, Духа Твоего, Святаго, не от имя от нас. Тебе слава, и благодарение за это обидность, и к нам, и к нам. И к нам, 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 и к нам. Аминь. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Не это.